28, 49, 70, 91 Кто увидел закономерность? Да, пожалуйста. Прибавляем 3, 7 умножить на 4, 28, а потом прибавляем на 6. Ну, хорошо. Когда мы можем прибавлять? Еще кто? Пожалуйста. Прибавляем по 21, хорошо. Итак, 7 плюс 21, 28. Легче всего это увидеть на этих соседних числах. Да, 70, 91. Очевидно, что плюс 21. И тогда следующее число. Да, пожалуйста. Давайте вот этот мы сейчас закончим. Следующее число, 112. Следующее число, 112. 112. И следующее, 133. Вот эти два числа надо было списать в закономерность. Прибавляем плюс 21. Вторая закономерность. 7, 11, 18, 29. Кажется, следующий число, но в сумме двух предыдущих будет числа не поначал. Итак, каждая паз первые два числа мы записываем. Третье мы получаем сумму двух предыдущих. 11 и 7, 18, 18, 11, 29. Соответственно, на какие числа должны идти дальше? 76. 76. 23. И? 123. 123. И 123. Итак, следующая последовательность. В. 14, 14, 8, 16, 12, 4. Есть варианты? Да, пожалуйста. Да. Итак, есть ли варианты? Есть ли варианты? Внимательно посмотрите на числа. 14, 8, 8, 8 и 16. Как вы думаете, какая могла бы быть связь? Сейчас, не, пока все руки опускаем. Сначала надо вот так подумать. 8 плюс 8. 8 на 2. 16. 8 на 2, да? Ну, вот 16 не на 2, чтобы 12 получить. Чтобы 12 получить, что надо умножить на 2? 6. 6. Да, пожалуйста. Чтобы получить 12, надо... Если я знаю, чтобы получить 12, надо 6 умножить на 2, это вычитать, пожалуйста. Так, хорошо. А как получить тогда 4? 2, 2. 2 умножить на 2. Опять на 2. Итак, нам надо умножать на 2, нам надо умножать на 2, нам надо умножать на 2 и нам надо умножать на 2. То, что надо умножать на 2, все видят. Хорошо. Вопрос, что умножать на 2? Здесь 8 умножать на 2. Очевидно. Дальше, пожалуйста Нужно последние частоты Последние частоты Нужно 4 умножить на 2 16, 6 умножить на 2 Понятно Да, и еще Еще Кто еще увидел что-нибудь 4 умножить на 2 Это я уже поняла 4 умножить на 2, ну конечно И следующий Будет 8 Это правда Ну вот для того, чтобы не говорить Что это только последний Здесь произведение цифр числа Произведение цифр числа Увидели? Поскольку произведение на единицу Дает само число Произведение цифр числа Ну и соответственно 8 на 2 Следующее искомое наше число Будет 16 Да, молодой человек Да, ну конечно равно Только Проблема в том, что не может Закономерность повторяться На каком-то отдельном участке Закономерность Должна идти с первого И соответственно На последующих числах Тоже должна распространяться Если я здесь возьму 12 минус 4 8 А 8 минус 16 Я не получу 12 Поэтому это не Закономерность Это ну в частности Ты придумал такой пример А может быть я 12 разделю на 3 И тоже получу 4 Это не закономерность Закономерность, когда повторяется Да, соответственно С первого и дальше Постоянно одна и та же Одна и та же операция Здесь мы с вами Прибавляли К каждому предыдущему 21 Здесь мы с вами Сумму двух предыдущих Ставили Здесь Произведение цифр на 2 Произведение цифр на 2 Произведение цифр на 2 Все Итак, следующая задачка Третья задачка Нашей Нашей самостоятельной Вторая это была Закономерность Третья задача Для покупки 11 карандашей Не хватает 4 рубля Я купил 7 карандашей У меня осталось 20 рублей Сколько денег я потратил? Сколько денег я потратил? Итак, ну давайте разбирать Можно было записать задачу по-разному Можно было просто нарисовать эти 11 карандашей Давайте нарисуем Поскольку возраст у нас разный Итак, 9 я нарисовала 10, 11 На покупку 11 карандашей Мне не хватает 4 рубля Значит, для того, чтобы вот такая вот Рука помощи у нас По всей видимости У мамы придется спросить Значит, не хватает 4 рублей Значит, мне придется спросить у мамы Не хватает 4 рублей Я купил 7 карандашей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 карандашей И у меня осталось И у меня осталось, ну скажем, купюры на 20 нет На 10 есть, ну давайте 2 раза по 10 Ну может у кого-то монетки Итак, и у меня осталось 20 рублей Смотрим Значит, на 4 карандаша На 4 карандаша Которые я хотел и не купил Сколько бы я денег потратил 24 рубля Это 7 карандаша Это 7 карандашей Я их купил Да У меня осталось 20 рублей Но чтобы купить эти 4 карандаша Мне надо еще Чтобы рука помощи протянула 4 рубля Итак, 20 плюс 4 Это 24 рубля 24 рубля Как узнать, сколько стоит Это для покупки 4 карандашей Сколько стоит 1 карандаш Как узнать 24 разделить на 4 Ну кто не умеет разделить Я не знаю Вряд ли кто-то найдется Да, и будет 6 Только вот не надо так Руку подняли Сказали 6 рублей За 1 карандаш 6 рублей за 1 карандаш Читаем вопрос задачи Какой? Кто может повторить вопрос задачи? Да, пожалуйста, Молодыч Да Сколько денег я потратил? Сколько денег я потратил? Пишем 6,0,7,0,2 Это так, как 6 Мы 7 карандашей купили Поскольку мы купили Сколько карандашей? 7 7 карандашей А каждый карандаш Стоит 6 рублей 42 рубля Ответ пишем 42 рубля Да Сколько денег я потратил? Вопрос Сколько денег я потратил? Вот мы с вами на него ответили Четвертая задачка Четвертая задачка Следующая задачка Обещала стать Самой простой Но почему-то не стала Мне кажется, что Просто Поленились Вот у нас такой кружок Лекарство от Ленин Называется Просто поленились На самом деле Подумать Что же От вас требуется Давайте Почитаем вместе Представим Незавимое ли число 200 Незавимое ли число 200 В виде суммы Двух натуральных слагаемых Каждая из которых состоит Из нечетных цифр Да, пожалуйста Почему ты решил, что эти числа удовлетворяют? Хорошо А давай с тобой посмотрим тогда 202 Итак, это 420 Пожалуйста, только очень красиво Ну, хорошо Пиши Пиши Синтересуют целые положительные числа Которые в школе называют натуральными числами Да? Значит, нас интересуют нечетные Поэтому те, кто описал, например 201 плюс 1 Сделали ошибку Потому что 2 это четное И надо было подбирать Чтобы не только сами числа были нечетными А чтобы каждая цифра, которая в нее входила Была бы нечетная Спасибо Четное Четное Значит, какие цифры четные? Тихо Да, пожалуйста Все, которые делятся ворово Цел на целом Ноль Два Четыре Три Шесть Все, не надо, Сух Мы записали Мы записали На эту распространение Нечетные Все числа Все стоятые числа Неправда Чисел бесконечно много Нам надо выписывать только цифры Четные И, соответственно, нечетные Позвольте внимательно Значит, в чем произошла ошибка? Что не постарались И не прочитали вопрос задачи Я не думаю, что это было сложно привести примеры Но не прочитали Потому как спутались четными и нечетными числами Это цифры у нас Цифры Из цифр состоит Число Поэтому недостаточно Чтобы оно было просто нечетным Надо, чтобы еще И цифры, которые в нее уходили Были нечетные В этом написано Это написано в условии задачи И это то, что, к сожалению, пропустили Хорошо Ну, а вот такое число 201 Может ли быть представлено в виде суммы? Да, пожалуйста, молодой человек Можно 297 плюс 4 А, нет А, 4-ка Да, пожалуйста Почему? Почему можно? Там Четные 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 Итак, нам надо сейчас понять Почему В данном случае Понятно, что ответы Кто написал Да, нет Не знаю Не принимались Заруста Эта цифра Она нечетная Нечетная Уже только Подводим Нечетную цифру 3 Она равняется только Нечетная Плюс нечетная У нас нет цифры 3 Может быть, это подойдет нам число Четные Разуме по полнадцать Ну хорошо Давайте мы все-таки Спасибо большое Значит, это за За Эту Теперь давайте все-таки еще раз Запишем вместе Четные числа Итак, четное число Все пишут Все числа, которые вы Перечислили Четными Записываются Следующим образом 2N N Это любое Натуральное число Значит, 2N Это числа, которые делятся на два И все эти числа Четные Кроме этого существует 0 Кроме этого существует Отрицательное число 2N Нечетное Как же нам тогда написать Нечетное число Нечетное число Вот теперь можешь уже поднять руку и сказать Да, пожалуйста 1 1 Еще 3N 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 Это только то число, которое делится на 3 Да, пожалуйста 5N 5N Это тоже число, которое кратно 5 Кратно или умножить Да, поэтому мы пишем Да, поэтому мы пишем Ну давайте так Хорошо Оставим пока запись И напишем натуральные числа И вы И вы Выписываете у себя в тетради 1 2 3 4 5 5 И так дальше Поставим 3 точки, поскольку ряд натуральных чисел бесконечен Вопрос Кто понимает, как образуются натуральные числа? Как образуются? Кто бы мог сказать? Нет Вот только на меня все смотрят Только на меня Да, пожалуйста, молочи Прибавляется 1 Прибавляется 1 к чему? Ну смелее, смелее Прибавляется А ну либо То, как мы рассматриваем в школе, нет Но он делится на 2, поэтому он четная То, как мы рассматриваем в школе, нет Да, пожалуйста Ну так что, прибавляется 1 к чему? Прибавляется единица Она не может в пустоте Что? К предыдущему числу Хорошо Итак, первое Пишем Самое маленькое натуральное число Единица Самое маленькое Утпеваем писать Натуральное число Единица Каждое последующее Получается Прибавлением К предыдущему Единицы То есть если первое Единица То второе число 1 плюс 1 Потом 1 плюс 1 плюс 1 И еще раз Прибавляем Единицу И так дальше Как Записать В общем виде Если у нас есть число Н Натуральное То как запишется После него число? Н плюс 1 Как запишется Число после Н плюс 1 Ну например И так дальше Как запишется Число, которое Находится Перед числом Н Н Н Н Минус 1 Н Или Н Минус Минус 1 Или Н Минус Минус 1 Это называется Число Число предыдущее Н Минус 1 И Н Плюс 1 Это число Последующее Вернемся Вернемся К нашим Натуральным Число 1 2 3 4 5 Я могу 6 7 8 9 10 11 12 Вот тут у нас Забывчивые Учебники Немножечко мешают Будем считать Что среди нас нет Немножечко Забыл учебники Это еще одна задача Итак И так дальше Смотрим Мы пойдем С вами Вычеркивать Четные Числа Четные Которые делятся На двое У себя Тетрадочку Взяли Цветную ручку Цветной карандаш Пошли вычеркивать 2 Вычеркивали 4 6 8 10 12 Было бы дальше Дальше Вычеркивали У нас Остались Нечетные Числа Но Какие Они Возьмем Вот число О том Да Как записать Число Которое Идет После него После него Да Пожалуйста Плюс 1 Если Любое Четное Это 2 Н Да То Следующее После него Запишется 2 Н Плюс 1 Как запишется Число Перед ним 2 2n Минус 1 А перед ним Пожалуйста 2n Минус 1 Ну то есть Минус 2 А это Опять Будет число Четное Конечно Значит Нас Четное Нечетное 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 Доказательство Написан Множитель 2 Делится 1 Плюс 1 2 2 2 2 2 Делится Тоже Делится Значит В данном Случае Сумма Двух Нечетных Чисел Даст Нам Число Четное Нечетное Число Суммы Двух Нечетных Чисел Получить Невозможно Увидели Доказательство Себе Переписали По предыдущим Задачкам Остались Вопросы Да Пожалуйста Да Ноль Четное Мы же записали Ноль Четное И минус 2 Четное Просто Мы В данном Случае Рассмотрели Натуральные Задачи Были Натуральные Числа Ноль И Отрицательные Числа Безусловно Они Существуют И если Делится На 2 Оно Безусловно Делится На 2 То Это число Будет Четное Итак Следующая задачка Дальше Безусловно 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 Справа. Можно занять эту клетку? Нет. Нельзя, поскольку соединиться, значит, единственный шанс пойти вниз, в нижний правый угол. Да. Кто будет соседкой у этой клетки? Справа. Двигаемся. Куда? Вправо. Двигаемся вправо. Все, я ходю. Куда дальше идем? В уголочке. В уголочке с расходкой. Вот этот уголок пойдем? Нет. Потому что иначе наш червячок, извините, выйдет, но маленький. А нам надо длинненького постараться. Больше баллов, да? Дают. То есть, если мы сюда, можно, в принципе, пойти. Но тогда у нас будет на пять клеток наш червячок. А мы хотим подрастить его. Пойдем вверх. Единственная клетка остается, если мы не хотим закончить путь. Можно идти наискосок, вниз уже нельзя, здесь нельзя. Можно либо вверх, либо вверх и влево. Почему не выберем вверх и влево? Потому что тогда через одну закончится, да? Давайте мы попробуем собрать больше клеток, чем две. Значит, поднялись на одну. Ну, например, да. Значит, можно либо сюда, либо сюда. Все, уже больше никуда нельзя, да? А если бы в бок пошли? А? Если бы в бок пошли. Ну, если бы в бок пошли. Ну, вот, к сожалению, у нас четыре на четыре, поэтому червячок наш небольшой. Значит, у вас есть идеальная возможность сделать записывание червячка на тридцать две клеточки. На тридцать две клеточки. Понятно, что все те, кто делал вот такой уголок, в результате отмечал, да? Да. То задание не засчитывается. Не может быть никакой фигурки, которая была бы с уголком. Селена Борисовна, нам в большом будет 30 клетки, если бы она сделала так же, как и маленькая. Конечно. Соблюдаем все те же правила. 64 клетки, 8 на 8. Из них надо отметить 32 клетки. Так, чтобы каждая последующая не казалась предыдущей, но имела либо сторону, либо угол. Либо вершину совместную. Если вам тяжело сразу делать, приступить к большой задаче, то самый естественный способ попробовать на доске поменьше, понять условия. После того, как у вас условия понято, вы приступаете к делу. Итак, да, получилась вот такая спираль. Ну, это уже, да. Это и сели 32 клетки на месте. Пересчитайте. У нас есть еще один вопрос, который остался. Это система счисления. Безусловно, те, кто ходят на кружки с начала учебного года, знают больше. Тем, кто ездит на наши летние школы, те знают больше. Безусловно, кто ходят на кружки для дошкольников, те знают больше. Поскольку системы счисления двоичные, троичные, вообще любые, мы начинаем изучать с дошкольного возраста. То есть, когда еще человек не умеет читать и писать. Поскольку эти системы весьма естественны. Естественно научиться быстро считать. И каждый из вас за минут пять может научиться считать. Единственное, что надо понять. Что мы используем в каждой из этих систем. Начнем с нашей привычной. Хорошо ли вы знаете десятичную систему счисления. Итак, десятичная система счисления. Нарисуем. А сколько? Сколько? Сейчас выясним. Итак, нарисуем табличку, в которую мы запишем разряды. Единицы. Вот проблема в том, что не десятки единицы. А начиная с младшего разряда, будем увеличивать. Будем увеличивать. Итак, здесь у нас будут единицы. Дальше. Если у нас здесь иотичная система счисления, то мы увеличиваем каждый раз, умножая на десять. Здесь будет десять. Здесь кто? Тысяча. 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 Десять тысяч. Ну, десять тысяч мне вполне пока хватит для первого знакомства. Десять тысяч. Итак, цифры, которые мы используем в десятичной системе. Это десять цифр. Ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот наши цифры. Система, которая мы пользуемся, она позиционна. Что такое позиционно? Если у нас число стоит в какой-нибудь позиции, да? Например, здесь. Ну, например, здесь. И здесь. Что означает в данном случае два? Да, пожалуйста. Две сотни. Два умножить на сто. Здесь два что означает? Два десятка. Что здесь означает два? Две единицы. Две единицы. А в сумме это получится? Двести двадцать два. И мы уже пишем об этом, не задумываясь. Как мы это получаем? Да? Не задумываясь. Хорошо. Хорошо. Давайте еще раз пишем два числа. Итак, одна тысяча, значит, одна тысяча мы берем? Триста. Пишем? Песят. Три показывает, что мы берем. Три. Сотни. Сотни. Пять показывает, что мы берем? Пятьдесят. Пять десятков. И шесть показывает, что будет шесть единиц. Шесть единиц. Тысяча триста пятьдесят шесть. Наше число. Хорошо. Распишите по разрядах следующее число. Ну, давайте где-нибудь нолик поставим. Плюс десять единиц. Итак, семь. Взяли десять. Да, дальше. Плюс шесть умножаем на тысячу. Шесть тысяч. Плюс два умножаем на сто. Да. Плюс десять умножаем на сто. Да. Плюс нолик. Нолик, то мы идем. Да, вот наша получилась. Семь тысяч шестьсот. А, нет. Семьдесят шесть тысяч. Двести сорок. Да. Это что касается привычной нам десятичной системы. Еще раз смотрим. Мы использовали десять знатов. Надо было использовать два зната. Двоичная система. Давайте запишем. Двоичная система. Значит, мы используем два знака. Какие два знака? Кто уже догадался? Да, пожалуйста. Один и два. Нет? Ноль. Ноль. Конечно. Мы начинаем с нуля. Ноль и один. Любое число будет выражено как ноль и один. Пользуют символы ноль и один. Давайте посмотрим, какие разряды будут у этого, в этой записи. Разряд единиц. Следующий какой будет? Руки поднимаем. Следующий разряд. Десятки. Нет десятки. Десятки, когда мы на десять умножаем. И у нас там десятки. Два. Здесь у нас двоичная. Многие догадались. Два. Следующий. Нечеледа. Неправда. Нечеледа. Умножаем каждый раз нам. Один, два, четыре, восемь, шестнадцать. Ну и так дальше. И так дальше. Теперь смотрите, что мы делаем. Если нам надо записать число ноль, если нам надо записать число ноль. Мы какие-нибудь разряды открываем? Нет. Нет. Запишем число ноль. Вот мы указали ноль единиц. Хорошо. Нам надо записать число один. Как запишется число один? Пожалуйста. В разряде единиц мы запишем один. Так мы запишем число два. Один ноль. Один ноль. Разряд единиц. Нам единицы не нужны. Мы его закрываем. Ноль ставим. И открываем следующий разряд. Единица в этом разряде означает, что мы один раз взяли двойку. А это и будет два. Хорошо. Давайте возьмем пять. Что мы возьмем для того, чтобы набрать число пять? Один. 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 Мы возьмем. Это там где четыре. Ноль один. Один. Считается. Один. Ноль один. Очень советую тем, кто не был в начале года, посмотреть систему счисления. У нас была тема. Мы записали фильмы. Это совсем не сложно при современной технике выйти в интернет и посмотреть там, где подробный рассказ про эти системы. Давайте мы запишем только два числа. Девять и сорок четыре. Девять и сорок четыре. Да, пожалуйста. Девять и ноль. Ноль и один. Ноль. Значит, один. Это мы возьмем восемь. Ноль. Ноль поставим два разряда. И один. И это правда. Девять и сорок четыре. Ну вот до сорок четыре нам, пожалуй, потребуется еще один разряг. Тридцать два. Тридцать два. Тридцать два. Наибольшее число, которое близко, да? Один. Тридцать два взяла. Что мне не хватает, чтобы... Шестнадцать мне нужно? Нет. Перевор будет. Ставлю ноль. Один. Восемь. Беру. Тридцать два. 2,8 дадут 40, а мне надо 4. А еще 4 возьму. А 0,1, а 2,1. 0,0. Спасибо. Вот, собственно, табличка наша закончена. Какие цифры? 0,1,2. 0,1,2. Вот те три цифры, которые мы используем. С помощью них мы сейчас будем записывать наше число. Опять же рисуем табличку. Ну и как вы уже поняли, в троичной системе мы будем украивать. Единица. Следующий. 3,9,81. Спасибо. 81. Давайте возьмем несколько чисел. Ну вот, насколько у меня позволит доска. Смотрим. Нам обязательно надо взять число 9, которое было на самостоятельной. Число 44. Давайте возьмем число меньше 9. Например, 5. 6? Ну, не повезло. Давайте возьмем 76 и 103. И 103. Как нам набрать число 5? 1,2. 1 мы возьмем 2 раза. И 3 один раз. И 3 один раз. Итак, один раз возьмем 3. Если 2, то уже будет 6 перебор. И 2 возьмем 1. Вот наше число 5 получится. Читается 1,2. Чтобы показать, что это троичная система, внизу ставится такой индекс. Опять это десятичная система, и поэтому поставим индекс там 10. Указание на систему числения. Я думаю, 1,0,0. Вы можете вот так, по ширине обвести. 9? 1,0,0. Разумеется, есть такой разряд. Один разберем, остальные обнуляем. Не получается. Получается 1,0,0. В троичной системе. Потому что в нашей системе есть специфические названия, в которые вы привыкли. 11. Вот 11 есть только в десятичной системе. 40. Это только в десятичной системе. 100. Это тоже название числа в десятичной системе. Так как у других народов есть другие названия для чисел. Здесь читается 1,0,0. В троичной системе. А в десятичной это читается как 9. 44. Ну, давайте посмотрим. 9. Два раза. Это же 17, поэтому мало. 27. Сколько раз возьмем? Одного. Один. Один. Два раза это будет уже 54. Много. Значит, возьмем один раз. 27. Два раза. Давайте я здесь буду вести сзади, чтобы смотреть. 27 один раз. Дальше. Сколько нам остается до 44? Один раз. 17. 17. 17. 17. 18. Поэтому два раза девятку взять нам невозможно. Один раз берем. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 3 два раза. 2 раза. 2 раз 1. И 2 раза 1. Спасибо. И на 1 по 2. И вот у нас получилось 44. Значит, 44 в десятичной, в троичной. Теперь, пожалуйста, самостоятельно посчитаем 76. 76 считаем. В тетрадочке все считают 76. 81 будем брать? Нет. Нет, не будем брать, ничего не пишем. 27. Сколько максимально мы можем взять число раз? Два. Два. Два раза и возьмем. Это 54. Два раза девятка, два раза стоять. Хорошо. Итак, два раза на 27. Это будет 54. 76 минус 54. Это 22. 22. 22. Два раза девять. Это 18. А нам нужно 22. Да, значит, сколько надо еще? Четыре. Один раз. Два, два, один. Два, два, три. Один раз. Дри и один раз. И один раз. Два, 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 два. Два, 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 три. И мы получим 76. Значит, 76 в десятичной. В троичной запишется как 2, 2, 1, 1 в троичной системе. Сто три считаем. Да, пожалуйста. Смотри. Я с тобой, конечно, с 61 и только с 7. Берем наибольшее, да? Лучшее приближение. Так, один. На сколько остается нам? 19. 19. Нет. Нет. Еще раз. Сколько остается? 22. 22. 22. 22. 22 остается. 27, это слишком много. Значит, вперед. Пропускаем. 0. По сколько мы пропустили? 0 поставим. Дальше. 2 по 9. 2 по 9. 18, а нам нужно было 22. Остается... И еще один. Да. Нет, один на другую. Еще один. Да. Да. Итак, проверяйте. 81 плюс 18, это будет 99. 99 и 1, 100. И 1 раз 3, 100, 3. Все посчитано правильно. Сравните запись с вашей. Итак, я вот здесь запишу окончательно. Значит, у нас получилось 1, 0. 2, 1, 1. В троичной. Это 103 в десятичной. Ну, подробности о сложении, обумножении в троичной, двоичной, в любой системе счисления, вы можете посмотреть фильм. У нас про все системы счисления есть фильмы. Итак, всем ли понятно последнее задание, самостоятельная работа? Хорошо. Хочешься. Продолжение следует...